Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский. В студии работает Гульнур Жакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Теплоснабжение в Семиртау теперь под личным контролем Акима Карагандинской области Ерлана Кушанова. На подготовку к следующему отопительному сезону предусмотрено более 2 миллиардов сенге. Поход в сауну едва не обернулся потерей здоровья для инженера предприятия Балхаш-Су. После посиделки с вышестоящим начальством пострадавший был госпитализирован с черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга. Асфальт в Караганде тает вместе со снегом. Качество отремонтированных дорог оставляет желать лучшего. Общественники шахтерской столицы обеспокоены водостоем на дорогах. Аким Карагандинской области взял под личный контроль проблему Тимиртауского теплоснабжения. Ирлан Кушанов провел выездное совещание на станции ТЭЦ-2, которая всю зиму работала с перебоями. Тимиртауская ТЭЦ-2 стала самым проблемным объектом минувшего отопительного сезона. Жители неоднократно жаловались на холод в квартире. Две трети зимы станция работала с перебоями. Поэтому данный объект стал одним из первых, которые посетил глава региона. Проблемы с теплоснабжением города возникли из-за некачественной подготовки станции к отопительному сезону. Один из котлов отремонтировали только к середине зимы, а работы по второму перенесли на этот год. По котлам первый пойдет в ремонт второй котел. Мы сейчас уже готовим его к ремонту, расширенный текущий ремонт. Это тот котел, который мы не успели сделать до начала отопительного сезона 2016-2017 годов. Затем будет капитальный ремонт пятого котла и капитальный ремонт шестого котла. Сейчас ведутся подготовительные работы. Глава региона Ирлан Кушанов отметил, что в прошлом году деньги на подготовку станции были выделены. Однако это не решило проблемы. Акимобласти назвал это серьезной недоработкой со стороны собственника ТЭЦ, предприятия Арселор Миттл Тимиртау. Вы же местные, вы же тимиртауцы и своих же жителей, вы всю зиму издевались над ними. Я не слезу с вас. В ежедневном режиме я буду заниматься ТЭЦ-2. Это самый главный вопрос для меня, где-то вызов, если так сказать. Но даже если котлы будут работать в штатном режиме, кардинально ситуацию не удастся решить, считает руководство Арселор Миттл Тимиртау. Станция нуждается в модернизации, поэтому на подготовку к следующему отопительному сезону предусмотрено более 2 миллиардов тенге. А для более эффективного управления ТЭЦ-2 будет создано совместное предприятие с участием Арселор Миттл Тимиртау и Центральной азиатской электроэнергетической корпорации. Это позволит привлечь дополнительные инвестиции в модернизацию станции. Лариса Хусынова, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. Дисциплинарное дело в отношении руководителя Балхашского отдела ЖКХ Ануара Самиева рассмотрели на областном совете по этике. Чиновника уличили в распитии спиртных напитков в сауне в рабочее время с подчиненными. В результате такой посиделки был избит один из инженеров предприятия Балхашсу. Потерпевший не стал молчать, а написал об этом в блоге Акима области. Он также обратился в антикоррупционную службу и в полицию. Застолье, переросшее в дебош, произошло в конце января. Вместе с начальником отдела ЖКХ Ануаром Самиевым в сауне находились руководитель компании Балхашсу и еще несколько подчиненных. Чиновники не только парились, но еще и выпивали. В ходе застолья один из сотрудников Балхашсу был избит. Потерпевшему едва удалось сбежать из сауны без верхней одежды и обуви. Врачи зафиксировали у него черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. И по его представлению мы провели проверку. Все факты нарушения кодекса этики со стороны Самиева, то есть руководителя, были доказаны. И, соответственно, Совет по этике вынес решение рекомендовать назначающему дисциплинарное взыскание в виде строгого выговора. Ануар Самиев свою вину признал лишь частично. Он заявил, что приехал в сауну после окончания рабочего дня и не участвовал в драке. Выпил всего три рюмки. И то в целях поддержания иммунитета. Однако члены Совета по этике заявляют, что это дело еще не закончено. Участникам застолья еще придется разбираться в рамках уголовного процесса. Региональным отделом Национального бюро в настоящее время проводится досудебное расследование. Сейчас это как бы тайна следствия. Все результаты будут озвучены по окончанию предварительного расследования. Свою порцию критики получил и руководитель отдела ветеринарии Абайского района Саят Жаркимбеков. На чиновника коллективно пожаловались подчиненные. Они заявили, что Жаркимбеков очень груб, конфликтен, да еще и используют служебный транспорт подведомственного предприятия в личных целях. Последний факт нашел подтверждение. Однако свою вину Жаркимбеков не признал. Обвинение коллег назвал клеветой. Во второй раз мне нужно было в отношении работников предприятия обратиться с заявлением о признании привлечения к их уголовной ответственности за клевету. Однако, несмотря на оправдание чиновника, ему объявили строгий выговор. По мнению членов дисциплинарного совета в Акимате Абайского района хромает воспитательная работа. Айя Мамрина Жасулама Кулбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Пять человек, в том числе двое детей, погибли в ДТП на автодороге Балхаш-Караганда. Столкновение автомобиля Ауди А80 и Мерседес Спринтер произошло в 50 километрах от поселка Аксуаилы. По предварительным данным, водитель Ауди не справился с рулевым управлением и выехал на полосу встречного движения. Это кадры страшной аварии, которая унесла жизни сразу пяти человек. Среди погибших двое малшей. Все жители Южно-Казахстанской области. Спасатели с большим трудом вытащили из смятых машин их тела. По предварительным данным, ДТП спровоцировал водитель Ауди. Он не справился с рулевым управлением и выехал на полосу встречного движения. По факту дорожно-транспортного происшествия, имеющего место на автодороге Балхаш-Караганда, проводится досудебное расследование по статье 345, часть 4 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Напомним, аналогичная трагедия произошла и в минувшие праздничные дни. В 20 километрах от поселка Спаск разбились пять человек. Среди погибших двухлетняя девочка. Еще двое – отец и сын – до сих пор находятся в больницах. Сейчас их уже перевели в обычные палаты. Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное. Пациент у нас находится в удовлетворительном состоянии, в отделении экстренной травматологии. Состояние удовлетворительное. Перенес он сложные операции на органы брюшной полости. В принципе, сейчас за его жизнью нет беспокойства. Сотрудники ДВД области призывают автолюбителей быть бдительными на дорогах и соблюдать скоростной режим. А.М. Амрина, Исламбекоспан, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Цимиртауские спасатели нашли тело утонувшего рыбака. ЧП произошло на реке Нура. Поздним вечером 25 марта на пульт управления поступил вызов о том, что мужчина не вернулся с рыбалки. Первыми забили тревогу близкие 61-летнего мужчины. Пенсионер ушел на рыбалку. Поздним вечером родные обратились к местным спасателям. Весь день 26 марта велись поиски. В русле реки Нура, в районе поселка Чкалова, было найдено тело утонувшего мужчины. Управление по чрезвычайным ситуациям предупреждает, что в связи с началом паводкового периода осуществляется сброс воды из Самаркандского водохранилища. Выход на лед и нахождение вблизи водоемов категорически запрещены. Общественники недовольны качеством ремонтируемых дорог. Изречение «Асфальт тает вместе со снегом» уже ассоциируется с Карагандой. Иронизируют активисты. Кроме некачественного битума в асфальте существуют проблемы с водостоками и ливневками. Эти и другие вопросы, а также планы по благоустройству города обсудили члены общественного совета во главе с градоначальником Нурланом Аубакировым. Куда исчезает ваш асфальт? С таким вопросом обратился член общественного совета к руководству товарищества Караганды Жолдары. Ни для кого не секрет, что именно эта компания на протяжении нескольких лет поставляла битум для ремонта дорог, включая Федоровский мост. Поставщик заверил общественников, что фирма будет устранять свои недочеты, как только потеплеет. Когда проводился ремонт дорог, этот битум закупался. Получается, совпало так, что Володарский завод стоял на ремонте, на деконструкции. И как раз первая партия, которая битума к нам заходила, был некачественный битум. В принципе, уже делали анализы, отдавали в лабораторию, показалось, что это битум. Деньги нам не проплатили, тем более у нас по договору обязательства есть, трехгодичная гарантия на эти участки дорог. Поэтому, сначала, как погода позволит, будем устранять все это. Еще одна проблема карагандинских улиц – отсутствие дренажной системы. Ливневки есть не везде, а те, что есть, попросту забиты. Строим очень много дорог, но вместе с тем, в последнее время отмечается водостой везде. Вот при наших климатических условиях это разрушительная система. Государство вливает деньги, мы одновременно же эти деньги теряем. Все эти нарекания и предложения были высказаны градоначальнику Нурлану Абакирову. Аким обещал учесть их и презентовал проект благоустройства и модернизации города. В текущем году, по словам Абакирова, будет проведен средний ремонт дорожного полотна на 101 улице. Если по городу мы берем, это у нас Бухажрау от Волочаевске до улицы Гончарной. Там мы проверили вместе с органами дорожной полиции. Сегодня есть определенная ямочность, уже колейность, и оно уже не соответствует требованиям ПДД. Улица Тулепова – это от Бульвар Мира до Муркена Абдирова. Улица Ержанова – от Бухажрау до Газалиева. Сама Газалиева – от Ержанова до Ермекова. Очень много нареканий вызывают две дороги, которые необходимо делать. Мы считаем, это улица Складская, от Бухажрау до улицы Гоголя. Также средним ремонтом будут охвачены улицы Бытовая, Жамбыла, Жангозина, Гудермесская, Зональная, Седьмая магистраль и внутриквартальные развилки Михайловки, Майкудука и Пришахтинска. Аким рассказал, что на 20 отремонтированных участках прошлого года выявлены дефекты. На дорожных полотнах образовалось шелушение, ямы, трещины. По данным фактам, подрядчикам уже направлены предписания. Наряду с этим планируется купить 15 единиц спецтехники. Это должно улучшить работу коммунальных служб. Теперь отдельную программу именно по восстановлению и с учетом развития, особенно в сторону Голубых прудов, развития ливневой канализации, это будет по главному плану. То есть мы тоже прекрасно понимаем, что прежде всего это сети. Сети, вода, канализация, тепло, ливневая канализация и потом уже наверху, чтобы все было в порядке. Также в планах руководства шахтерской столицы модернизация центрального парка. В нее войдет благоустройство аллеи от Газалиева до набережной Малого озера. Будут обустроены тропинки, тротуары, установят скамейки, урны и фонари. Также в планах строительство аквапарка и новых аттракционов. Айям Амрина Жасулама Кулбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. В Казахстане будут платить владельцам видеокамеры, если с ее помощью раскрыто преступление. Об этом в Астане на заседании Координационного совета по обеспечению законности сообщил начальник 2-го департамента генпрокуратуры Кусаин Игимбаев. В работе совета в режиме онлайн приняли участие все территориальные подразделения правоохранительных органов. В рамках проекта по снижению количества краж планируется расширение сети камер видеонаблюдения через внедрение системы поощрения. В частности, предложено выплачивать процент от суммы взысканного штрафа владельцу видеокамеры, с помощью которой раскрыто уголовное правонарушение. При выявлении любого правонарушения владельцу видеокамеры можно платить часть взысканного штрафа. А ежегодно по стране размер уплаченных штрафов составляет свыше 40 миллиардов тенге. Тем самым заработает и принцип нулевой терпимости. Как это сделать? Закон об участии граждан в обеспечении общественного порядка предусматривает такой механизм. Но только в отношении граждан. Надо включить туда юридических лиц. В октябре 2016 года Генпрокуратурой совместно с МВД инициирован проект «Стоп кражем», цель которого – кардинально снизить количество краж, усовершенствовать систему безопасности граждан, предупредить совершение новых хищений. В ходе заседания было сказано, что новые подходы к профилактике краж включают вовлечение в процесс граждан и предпринимателей, а также использование современных технологий и положительного опыта зарубежных стран. Также на заседание предложено повысить ответственность охранных организаций за кражи на охраняемых территориях, законодательно урегулировать деятельность ломбардов, предусмотреть ответственность собственников рынков по возмещению ущерба за кражи, совершенные на их территории. Эти и ряд других предложений вошли в проект дорожной карты, который предусматривает порядка 40 мероприятий. Руководители областного департамента внутренних дел совместно с прокурорами обсудили проект в части реализации его в Карагандинской области. Андрей Тенсламбекоспан, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Продолжаем выпуск. Как правильно оказать первую медицинскую помощь при терактах? Как не поддаться панике? Обо всем этом подробно рассказал международный инструктор из Великобритании Роберт Добсон. На практическом семинаре собрались травматологи, ортопеды и хирурги со всей области, чтобы детально изучить работу стационара во время массовых инцидентов. Большинство летальных исходов в экстренных ситуациях происходит в результате неправильного оказания первой медицинской помощи. Во время массовых инцидентов многие медицинские работники поддаются панике. Все действия должны быть обдуманы и организованы. Международный инструктор Роберт Добсон подробно рассказал карагандинским специалистам о том, как вести себя во время террористических актов. Я приехал в Казахстан специально, чтобы рассказать вашим врачам о сортировке пострадавших, а также принципах организации до госпитальной помощи и работе стационара при массовых инцидентах. Подобные курсы я частенько провожу в различных странах мира, вот и добрался до Караганды. Подобные тренинги получили большую популярность в мире. По мнению организаторов, благодаря таким занятиям специалисты научились грамотным действием при различных массовых инцидентах. В момент массовых травм важна правильная организация и отсутствие, как сказать, хаоса во время оказания помощи. Потому что большая часть пациентов гибнет из-за неправильного оказания помощи в первый момент. То есть нужно распределить пациентов, кого в первую очередь надо оказывать помощь, кто подождет немного, в какие госпитали кого развозить и так далее. И вот этот весь ресурс зарубежный мы хотим внедрить у нас в области, естественно. Хотелось бы, чтобы это внедрилось и в стране. Роберт Добсон подготовил для карагандинских врачей не только лекционные занятия, но и практические упражнения. Главное не паниковать. Именно это стало главной рекомендацией Роберта Добсона. Асель Созамбаева, Исламбекоспан, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Повысить престиж рабочих профессий среди молодежи – такова главная цель международного чемпионата. Регулярный этап конкурса проходит в Карагандинском техникостроительном колледже. В нем принимают участие 26 молодых строителей со всей Карагандинской области. Кладка кирпича, гипсокартонные работы, облицовка плиткой и малярной работы – это не рекламное объявление, а название четырех направлений конкурса профессионального мастерства. В техникостроительном колледже проходит чемпионат WorldSkills. Главная цель мероприятия – повышение престижа рабочих профессий. Первые мы участвовали в Сан-Паулу, в Бразилии. Наш участник Даурен Аханвар участвовал по гипсокартонным работам. Это нужно победителям нашего регионального чемпионата попасть в Астану. Первые, кто победители будут. И они оттуда, кто победил, опять же, первым среди республики, среди колледжей республики, дальше в этом году поедут в Абудаби. Условия подготовки соответствуют уровню чемпионата. Участникам предоставлено новое оборудование и современные материалы. Конкурсанты стараются выполнять работу на высоком уровне, заявляют независимые эксперты. Ну, скажем так, ребята волнуются. Первые соревнования такие, которые кто-то проводит. Кто-то приехал с города Сатпаев, с Джисказгана приехали, с Балхаша приехали. То есть для них это волнительно. Сама конкуренция большая. То есть, ну, это все сказывается, но ребята стараются, выполняют свои задания. Как бы все у них будет хорошо. За работой конкурсантов, помимо независимых экспертов, также наблюдают наставники, которые в любое время могут наблюдать за участниками посредством онлайн-трансляции. Победители регионального чемпионата примут участие в республиканском конкурсе. Ажара Гибаева, Шахсилак Нуртай, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Молодой музыкант. Так называется конкурс юных талантов, который в 50-й раз проходит в шахтерской столице. В этом году у побороться за звание лучшего собрались более 200 участников со всех уголков региона. Победители определят по двум номинациям – класс фортепиано и хоровые группы. Карине Шмуклин 12 лет. Учится в шестом классе. Приехала в Караганду из города Сатпаев со своей хоровой группой. С первого класса Карина обучается в музыкальной школе и мечтает выступать на большой сцене. Каждый день мы собирались, репетировали 12 часов, репетировали 2 часа. Стараемся занять гран-при. Также остальным участникам желаю хорошего участия. Примечательно, что в этом году количество участников значительно возросло. Организаторы уверены, что именно такие мероприятия прививают молодежи истинные культурные ценности. Одной особенностью нашего конкурса является, что представителями жюри мы вставили именно преподавателей Национального казахстанского университета искусств города Астаны, которые будут председателем именно в конкурсе юные музыканты и хоровые коллективы. Я думаю, что такой отбор покажет детям и в будущем. Кроме того, что этих жюри, этих представителей университета у нас являются также преподаватели нашего Карагандинского гуманитарного колледжа, колледжа искусств и нетотибета. Я думаю, в будущем они тоже просмотрят, какие у нас дети в профессиональном навыке и в будущем годах после окончания школы музыкальной школы искусств будут поступать в наше учреждение. Конкурс будет проходить на протяжении трех дней. Участники разделены на хоровые группы и отделение фортепиано. Победители фестиваля будут принимать участие в республиканском конкурсе, который состоится в Павлодаре. Осель Созамбаева, Лжас Габасов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В шахтерской столице прошли соревнования среди детей, страдающих аутизмом. Команды из разных городов Казахстана встретились на дружественном турнире, общей целью которого является борьба за полноценную социальную жизнь. Организаторами мероприятия стали родители детей-инвалидов. Соревнования длились три дня. Карагандинский технико-строительный колледж собрал под своей крышей десятки семей, которые воспитывают детей-аутистов. Место было выбрано не случайно. Учебное заведение на протяжении нескольких лет обучает детей с ограниченными возможностями. Основное соревнование – это включить детей-аутистов в процесс спортивный. То есть спортивный процесс, он самый доступный для привлечения детей-аутистов. Вот поэтому, если ребенок включился, если у него загорелись глаза, значит мы его потихонечку выводим из этого состояния. Открытие соревнований прошло очень красочно. Студенты колледжа, имеющие разные медицинские отклонения, устроили настоящее шоу. Ельдар Каримов приехал на соревнования вместе с семьей из Алматы. Он привез на турнир восьмилетнего сына Рафета. По словам участников, подобные мероприятия помогают родителям адаптировать детей к окружающему миру. Победы, хоть и маленькие, уже налицо. Мы сами кушаем, мы спим, мы боли не капризничаем, не истерим. Мы можем теперь выходить на улицу, прогуливаться. Например, мы даже можем себе позволить находиться в каком-то из шумных мест, к примеру, цирке. Самым сложным для родителей детей-аутистов является непонимание со стороны общества. Команда проекта «Аутизм победим» каждый день сражаются с невежеством граждан. Ассоциация детей с аутизмом призывает карагандинцев относиться с пониманием к лицам с ограниченными возможностями. Аем Амрина Жасулама Кулбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Аем Амрина Жасулама Кулбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский.